Открытая студия В формате программы Хочу и Баста Несколько дней назад Но чем ближе день концерта Тем больше нам хотелось Тет-тет-тет уже с глаз на глаз Увидеться, поговорить 3 июня на площадке Филармонии Создается концерт группы Вива И судя по той рекламной кампании Которая активно идет от нас в том числе Событие обещает быть грандиозным Вот сегодня хочется за 28 минут эфира Постараться убедиться Насколько оно будет грандиозным Насколько это событие с большой буквы Ну и поговорить о вашем творчестве И о впечатлениях о мурманских сценах Да пока впечатления о мурманске Начну с конца Пока впечатления о мурманске Еще не сложились Потому что вот мы только приехали У нас вчера был концерт В городе Полярные зори До этого Костомукша До этого Петрозаводск Вот мы так от Москвы И двигались в сторону севера Вы решили по карте Везде галочку поставить Да, да, да Поэтому мы сейчас находимся В таком гастрольном туре И сразу с корабля на бал То есть вот просто первым делом Приехав в мурманск Мы приехали к вам Ребята уже поехали готовиться К концерту Звукорежиссеры Поехали настраивать звук А я пообщаться с вами Пообщаться с вашей публикой И пообщаться с мурманском С помощью радиорекорд Спасибо большое Что нашли время и возможность Пока остальные заняты работой Да, ваши коллеги Я дам вам еще немножечко времени Отдохнуть с корабля на бал Так как нужно зачитать Дальше с новостей Традиционный наш Список из них Сегодня короткий Давайте пока отвлекусь На маршруты Печенского округа Сегодня вышел новый автобус По единым брендам Транспорт Севера Вместительный паз 22-го года Выпуска будет Возить пассажиров На маршрутах Заполярный Корзумова Заполярный спутник И заполярный лей на хамаре Автобус смещает До 48 пассажиров Его сидения Остащены ремнями безопасности Столиками и USB-портами Ну, в общем, хай-тек Следующая новость В группе Мурманску Филиала компании Сидематик Появилось фото Красноухой черепахи Которую ищут Нового отвесного хозяина Сотрудники регоператора Накануне обнаружили Рептилию на сортировочной ленте В экотехнопарке К счастью, во время Транспортировки отходов И в перевалке Черепаха не пострадала Ее помыли, обследовали И накормили На время поиска Хозяина черепахи Нашли временный дом И последняя новость Северянин задолжал В пользу государства 75 тысяч рублей Но добровольно платить не хотел Судебные приставы Возбудили исполнительное производство Но в итоге мужчина Не стал решать вопрос История всплыла Когда житель Манчегорска О котором идет речь Решил навестить родственников В одной из стран СНГ Набор самолета Его не пустили Из-за временного ограничения Связано оно было Естественно с неуплатой долгов Мужчина внес деньги На депозитный счет Отделения судебных приставов Прямо в аэропорту А мы между прочим Очень часто встречаемся С представителями налоговых органов И постоянно говорим о том Что такая ситуация Может произойти Вот же в этом подтверждение С новостями покончили Вы правильно отметили Что сегодня есть возможность Еще и пообщаться С нашей аудиторией Потому как номер телефона Всегда активен 99 45 45 Для ваших звонков Прямой эфир Ну или сообщения Можно их отправлять На телеграм или вайбер Плюс 7 921 708 20 06 Все Вся сторонняя информация Закончилась Можно поговорить Вы Насколько это большой тур сейчас Тур небольшой Всего на 4 города Потом мы возвращаемся В Москву В Москве есть несколько мероприятий Запланированных на ближайшую неделю А потом мы отправляемся В Сибирь И там нас уже ждут Сибирские города Барнаул, Новосибирск И так далее Я знаю, что у разных артистов И коллективов Бывают разные представления О том, как стоит выстраивать тур Кто-то делает, допустим Два раза в году В сезоне Где-нибудь весной И осенний традиционный тур И старается охватить максимум По географии России Кто-то выбирает вот такие небольшие туры Потому что Основная деятельность завязана На очень много предложений Какие-то большие интересные заказы Какие-то крупные мероприятия Голос частного характера Абсолютно не важно А у вас в течение года Как выстраивается деятельность? Вот сейчас нам повезло Что мы попали в струю этого небольшого тура Или это как раз часть того плана Чтобы обколесить всю Россию В очередной раз в 2022 году? Ну, было бы неплохо обколесить всю Россию Но, тем не менее Тур начался с города Петрозаводска И мы поняли, что раз уж мы появляемся В Петрозаводске И организовываем там концерт Хорошо было бы Двинуться в сторону севера Потому что здесь мы ни разу не были И это первый концерт группы Вива в Мурманске Да, это тоже часть рекламной кампании Я помню, мы об этом говорили И мы, знаете, мы столько слышали От разных артистов впечатлений О том, как тепло принимают в Мурманске О том, какой красивый зал в филармонии Мурманской Ну, думаем, ну уж Раз столько разговоров А мы здесь ни разу не были Надо что-нибудь организовать и сделать Это правда Сейчас может показаться, что это просто такой ход Знаете, вежливый реверант в сторону гостя Или небольшой кич с нашей стороны Но в действительности Северная наша публика очень любит гостей Встречает артистов тепло и ярко И особенно, если артисты взамен дарят столько эмоций Артистов будет аж пятеро И это тоже слегка удивительно Я когда только ознакомился с рекламным проспектом Группой Вива выступает Думаю, так интересно И потом пять солистов Ого, подумалось мне Покопался поглубже в истории Пока мы тут с Екатериной в другой программе сидели В 2009 году вы все собрались, познакомились, верно? Не собрались, но познакомились 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 в Лос-Анджелесе Были съемки телевизионного проекта Русские теноры, Russian Tenors Проект о том, как русские теноры Начиная с Голливуда Стараются покорить мир И это было большое телевизионное шоу Очень интересное Несколько месяцев съемок Большой опыт Мы познакомились со многими Зарубежными артистами, звездами С которыми сейчас периодически Тоже поддерживаем связь Ну, это такой Это был большой опыт Хоть проект не получился С точки зрения широкой огласки Для нашей страны Но Выгода от него была очевидная То есть мы познакомились Был большой кастинг Пять тысяч человек Просмотрели на кастинге Чтоб выбрать пятнадцать Мы бы сами По всей России собирались? Да Полгода шел кастинг А вы сами откуда, Александр? Я сам с Алтая С Барнаула Но к моменту того кастинга Я уже жил в Москве Участвовал в москверских мюзиклах В разных театральных оперных Не оперных, музыкальных постановках И Сами бы мы такой кастинг Никогда не провели Ну, как бы Нас бы не хватило там Сил, желания, ресурсов И так далее Вот хорошо, что за нас Этот отбор провели Взяли лучших из лучших Поэтому вот После того, как этот проект закончился После того, как все реализовалось Мы решили, что не стоит Просто взять это, бросать Нужно это продолжать Да, но ведь Если мне память не изменяет Информация была верная Именно коллектив Сформировали аж шесть лет спустя То есть в 2015 году Да, да, да Ну, только согласитесь Неславый промежуток в 2009 О, ребята, вы классные Давайте вместе поработаем И мы через шесть лет Мы начинаем работу Да, дело в том, что Каждый из нас был Достаточно успешен как солист Кто-то пел в Большом театре Кто-то участвовал в мюзиклах У меня был сольный проект Я уже там много телевизионных проектов У меня было за плечами Я прекрасно себя чувствовал Гастролировал по стране Со своими сольными песнями И мы с ребятами собирались Вот просто Вот есть такая-то дата концерта Давайте соберемся вместе Сделаем Давайте Я спою эту песню Я спою эту Я спою эту Вот так выстроилась программа То есть это даже не было мысля коллектива Просто с друзьями Давайте вместе там Да, да И мы где-то раз в месяц Раз в два месяца Собирались и делали в каком-то городе концерт То есть это не было поставлено на поток И параллельно у всех Была работа в театрах Там или еще где-то И получалось так, что На концерт собираемся Кто может? Кто-то занят, не может Вот у нас от пяти до восьми человек С этого проекта Варьировалось по количеству Но в какое-то время я понимаю Что уже началась какая-то системность В городах публика начала к нам привыкать Начали задавать вопросы Почему в прошлый раз К нам приехали в таком составе А в этот раз в таком составе А где же ваши авторские песни Почему вы все время поете Либо оперные хиты Либо кавера Либо еще что-то И я уже начал ребятам задавать вопрос Говорю, ребят По-моему нам надо уже заниматься Более профессионально Иметь свои песни И более внимательно относиться К этому направлению Потому что это интересно И ребята, соответственно, поддержали Эту инициативу? Нет, ребята не поддержали Не поддержали Да, ребята не поддержали Мне пришлось Мы тогда назывались Новые голоса Мне пришлось уйти Из новых голосов Говорю, я тогда на это время Тратить не буду Я буду заниматься сольной карьерой Потому что Время это самая дорогая валюта В принципе Да, это правда И терять ее Не хочется на какие-то Пустые проекты Я ушел И через месяц буквально Ребята, которые желали Работать И меня поддерживали Тоже из новых голосов Из новых голосов Да, пришли и сказали Слушай Ты, наверное, был прав Мы готовы Под твоим крылом Все-таки начинать Деятельность серьезную И вот так мы поехали То есть вы, получается В тот день Стали не только участником Но и продюсером Да Сразу пошло Ведь люди в городах Уже привыкли К новым голосам Получается А тут какая-то вива Было тяжело Да И даже была реклама Новые голоса России Вива Ну то есть как бы Мы пытались совмещать Экс Потом меня на баннере Да Да И Ну вначале было тяжело Мало концертов Нужно где-то деньги Ребят нужно мотивировать И так далее И тому подобное А буквально через год Уже Мы поняли Что количество концертов С группой Уже превысило Количество спектаклей В театрах И уже собрались И поняли Что давайте мы Все-таки Приоритет отдадим Группе Вива И тогда уже Каждый Участник группы Договорился Со своими театрами Что будет выступать И участвовать В спектаклях Только тогда Когда нет концертов Ну как раз И переделим Следующий вопрос Пришлось ли распрощаться С театральной карьерой Вашим коллегам В основном да В основном да У нас Михаил Давыдов Участвует В театре Геликонопера В постановках Но это происходит редко Раз в месяц Потому что вот мы постоянно То есть концертная деятельность Сейчас у группы Вива И участников Это основная В общем-то И работа И творчество И карьерная лестница Да Да А тогда сразу же спрошу Как самый актуальный Просто набивший уже Все возможные оскоминный вопрос Но пандемийный год Даже Ну два Если уж так брать в расчет Два года пандемийных Ну конечно у нас Первые несколько месяцев Был шок Как и у всех артистов Да Но он нам позволил В принципе развиваться Благодаря пандемийному году Мы уже сейчас открываем Филиал второй Вокальной школы Вива У нас много поклонников Которые долгое время Просили Чтобы мы Как-то научили людей Вокалу Поделились своим талантом Да Поделились опытом У нас не было времени И нам Ну Неинтересно было этим заниматься И с финансовой точки зрения И с временной А тут было время А пандемия разыграла В каждом новые интересы Да 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 Надо было искать Чем заниматься И мы в пандемии Организовали онлайн школу После онлайн школы Мы сделали Два таких крупных потока Порядка 200 человек У нас обучалось вокалу Поняли что Можно сделать Оффлайн школу Потому что До пандемии Мы уже построили Студию звукозаписи Большие там У нас репетиционный класс Есть помещение Говорят Ну что они простаивают И все Мы устроили к нам Педагогов Тоже был большой кастинг И теперь у нас Работают профессиональные Педагоги В вокальной студии Вива Пока мы на гастролях А разве поклонники Не хотели Чтобы вы сами Учили их вокалу Они хотели Чтобы мы сами Но вот Это проходит В рамках мастер-классов Там раз в два месяца Мы приезжаем Пообщаемся с нашими учениками Расскажем какие-то азы Но педагоги Полностью транслируют Нашу стилистику Наши правила И вот это Мне кажется Уже со временем Перерастает в некую франшизу А группа Вива Не держит На подкорке Так скажем В качестве заметочки Опыт новых голосов О возможном расширении Количества участников Ну предположим Если кто-то из ваших учеников Вдруг окажется Безумно одаренным Талантливым человеком Ваш педагог вам Позвонит просто во время концерта И скажет Боже приезжайте сюда Здесь настоящее чудо А у нас неограненный Может ли так случиться Что Вива приедет Уже в составе шесть участников Ну нет В составе шесть участников Точно нет Потому что вот Мы нашли именно Ту позицию Которая нам Очень удобна Пять мужских голосов Все абсолютно разные Бас Бас-баритон Драматический тенор Лирический тенор И рок-вокал То есть вот у нас Пять человек Которые абсолютно разноплановые Это и по диапазону Мы можем Благодаря этому Любую песню спеть В любом жанре Будь это классическая опера Или там не знаю Хит Бон Джови Ну то есть Абсолютно нет смысла Нет смысла Но мы задумываемся о другом Очень много желающих Пригласить нас На те или иные мероприятия Или мы уезжаем на гастроли И звонит какой-нибудь телеканал Ребята у нас концерт эфирный Нам надо Чтобы вы присутствовали Мы думаем Надо уже пора создавать Какую-то вторую группу Которая будет похожа Вива юниорс Вива юниорс Да-да-да Вива некст Потому что Постоянно Случается так Особенно когда это Какие-то знаковые праздники Там 9 мая День России День молодежи Ну вот какие-то Крупные мероприятия Где по всей стране В каждом городе Что-то празднуется И у нас просто Городов 10 Которые бьются За то Чтобы мы были там Я прям чувствую Как продюсер В вас неисовствуют И рвет волосы Такие моменты На себе Я всегда даже говорю Почему не 13 июня Почему все Звоните на одну дату Всегда Давайте мы Перенесем Нам тоже придется Кое-что перенести А именно продолжение Нашей беседы Сделаем его По завершению Рекламного блога Не переключайте ФМ волнуй свой телеканал Мы скоро вернемся Реклама Продолжает говорить Показывать Открытая студия Совместный проект Радио Рекорд И телеканал Арктик ТВ Я ее ведущий Николай Дукмас В гостях у нас сегодня Солист и продюсер Вокальной группы Вива Александр Балыков Мы продолжаем Нашу беседу Хотел вот о чем спросить Пять человек Пять артистов У каждого из которых Есть своя сольная история Есть свой огромный опыт И безусловная востребованность И как одной Творческой единицы Я думаю что вы не станете Со мной спорить Что каждый артист Он тщеславен Это нормальное Качество для артиста Когда тебе нравится Чтобы тебя любили Тебе нравится Гордиться своим Собственным трудом А если у артиста Нет тщеславия Значит он уже просто Начинающий Или дилетант Это нормально Сто процентов Да И когда пять тщеславных людей По хорошему Без негативной коннотации Занимаются вместе творчеством Как получается так Что никто не перетягивает На себя одеяло Или нет какой-то внутренней конкуренции Ведь это же борьба индивидуумов А когда борьба индивидуумов Заходит в творческую стезю Это же просто кошмар У нас Вот так все сложилось И так подобралось Что мы Уже Не знаю В том возрасте И в том статусе Когда мы Именно друг другу доказывать Ничего не хотим Вот мы друг перед другом Абсолютно Выглядим Абсолютно Профессионалами Мы друг другу доверяем У нас Ни по жизненным Ни по эмоциональным принципам Ни по профессиональным Нет никаких конфликтов Интересов Каждый из нас знает Даже если кто-то Друг с другом Не согласен Мы всегда ставим Под сомнение Свою точку зрения Потому что Ну слушай Если он так убеждает Меня в чем-то другом Ну Это профессионал И он там Дурниной какой-то Заниматься не будет Поэтому как-то Мы собрались Уже в том возрасте Когда уже И спорить-то Как-то не по-мужски И мы там Не студентами собрались То есть мы уже прошли Все звездные болезни Когда там Тебя накрывает Когда ты хочешь Рвать и метать Все уже взрослые мужики Всем Хочется творить Искусство Получать за это Хорошие деньги И И быть уверенным В завтрашнем дне Вот То есть финансовый вопрос Тоже не встает Как это бывает Тут первая скрипка Тут вторая скрипка Как говорится Вы абсолютно на Пять равноправных Участников коллектива Нет Мы не пять равноправных Ну то есть я продюсер С ребятами У меня с каждым Есть своя договоренность Но всех все устраивает Всех все устраивает У нас открытые отношения Никаких там секретов Нет Все И все адекватно понимают Кто за что получает Это очень важно Когда у людей есть Четкое понимание Мы Там не враги друг другу Мы после концерта Можем собраться Не знаю В бане с мужиками Посидеть Обсудить там что-то Мы собираемся С семьями На Новый год вместе То есть у нас Дружба не мешает Профессиональной этике Вот Как-то так сложилось И мы четко распределили Вот у нас есть Филипп Черкасов Это режиссер В нашей группе Он режиссер С гитисовским образованием Поставил огромное количество Телевизионных концертов Другим музыкальным проектам Уже 15 лет Ставит хореографию И сценографию Мы знаем Когда у нас есть репетиция Которую ведет Филипп Несмотря на то Что я там не согласен У меня есть профессиональная этика Я его не трогаю И Несмотря на то Что там я продюсер Ну у человека в этом больше компетенции Как он скажет Так и будет Он знает Как мы должны встать Он знает Как расположены камеры на съемке Какие диагонали нужно соблюдать И так далее И тому подобное То же самое у нас Миша Давыдов Художественный руководитель Он педагог Московской консерватории Он знает все О гармонии Полифонии И всех делах Как нам нужно пачки разложить И я не лезу в эту историю Также ребята доверяют мне Как продюсеру Когда я выбираю репертуар Когда я выбираю концепцию Бывают задают Это почему мы не делаем Вот это Я говорю Потому что там Мы не должны делать Современную Какую-то Ультра-современную музыку Потому что Мы взрослые мужики У нас целевая аудитория Немного другая Которая нас не поймет И ребята Как бы вот в формате Такого Легкого общения Мы всегда Спокойно задаем Друг другу вопросы Объясняемся Почему так А не так И как правило Конфликтов у нас не возникает В таком случае Александр Могу лишь отметить Что вам повезло Ну не каждый может совместить Не каждому так везет Совместить работу Дружбу И еще какой-то Творческий момент В жизни В бесконфликтной среде Это круто Это здорово Ну да Но у нас были Конечно Были солисты Которые уходили Были ребята Со звездной болезнью Которые знаете Ну отъехали Проехали мы там 30 городов А везде там Не знаю Автографы Поклонницы Какие-то там Не знаю Люди То у черного входа У тебя Концертного зала Я понимаю Тут фотосессия Там ажиотаж Да Да И ребята такие Блин А что мы тут Под Сашей-то ходим Под Балыковым Как бы надо Самим Я сам хочу Сольно попробовать И уходили Сольно пробовали Ну так любопытство ради Кто-то из них сейчас Нет К сожалению Нет Я бы кстати говоря Очень порадовался Если бы у кого-то Что-то получилось Но все-таки Это большая команда У нас с офисом Практически Да превышает Количество солистов У нас Если убрать Педагогов Школы Ну 15 человек У нас в команде Ну это Это такая крепкая Крепкая команда Которая занимается Какой бы ты ни был Сольный Великолепный Талантливый человек В современном мире Надо понимать Что продвижением проекта Занимается команда Это очевидно Вам повезло с командой Это здорово Вы отметили Что это очевидно Взрослые мужики Со своей аудиторией Которая вряд ли поймет Если вы Первое что вы сделаете Это откроете концерт Перепевка Федука Например Я вас могу понять Тоже Нам любопытно Очень узнать А кто это ваша аудитория Вот как вы ее видите Какой-то возрастной Сегмент Какой-то может быть Не знаю Генгендерный зал Да Ну конечно У нас 99% Это женщины Мужчины в зале Это как правило Извините Я это сразу догадался Когда узнал Что концерт называется Для тебя Вряд ли это заинтересует Вот Мужчины в двух вариантах В наших залах сидят Если Они подарили Билет Своей любимой И чтобы она одна Не шла Вот два билета Либо Женщина не захотела Идти одна И взяла его под руку И привезла Привела У нас есть Мужские песни У нас есть Материал такой Крепкий Который нравится Мужикам Потом в итоге Но все равно Я прекрасно понимаю Вот я Ну вряд ли я пойду И куплю билет Там на пять мужиков Чтобы пойти на концерт Посмотреть Дорогой Что будешь делать Сегодня вечером Знаете Схожу Посмотри как пять мужиков Поют Сегодня пятница Да-да-да Вот Поэтому это женщины И женщины разных возрастов Причем по интересам Все-таки там 35 плюс Более взрослые Но я вижу Что очень много Молодых девчонок Приходит И Мы часто После концертов Делаем автограф Сессию И Как правило Это Все кто интересуется Музыкой Классикой Театральным искусством Вот то есть Это молодежь Там много девчонок 18-20 лет Которые вот Тоже творческого характера Тоже творческого характера А Более взрослая публика Это уже Взрослые Девушки Женщины Которые Которые почувствовали Что Не просто там Танцы и улюлю А А как-то хочется Чтобы С душой Было Да Чтобы конкретно Для тебя Спел Да Именно так И у нас на концертах Можно и поплакать И поностальгировать И посмеяться И потанцевать То есть Как раз Материал Где Ну Мы вообще Очень тщательно Отдаем себе Оценку Что мы делаем И выбираем Материал Александр Водоленко Знаете Что сейчас Современные артисты Очень многие Выступают В таком Крайне Любопытном В кавычках Формате Они приезжают Где-то с двумя Песнями И еще три раза Может быть Исполняют Их на бис В целом Современный концерт К сожалению Длится 15-20 минут Но если артист Еще и молодец То он еще 10 минут Пообщается Аудиторией Между композициями Конечно В представлении И в понимании Концертной деятельности Таковой Как она должна быть Это халтура Абсолютно Но Многие артисты Далеко не только Вот фрешмены Как сейчас называют Самые свежие волны Так поступают Наверняка Вы и сами знаете Подобные примеры В среднем Сколько длится Ваш концерт В среднем Два часа Два часа Два часа Ну если с антрактом То больше Ох Вот И это Ну это нормально Мы люди театральные Мы люди которые Знаем какие-то каноны И знаем Как должны развиваться события Но мы же не можем Кайфовать от фильма Если сожмем весь сюжет В 15 минут Но это должна быть Очень простая Если только изначально Фильм так не было задумано Да Если это простая Какая-то история И тут так же Мы Мы не просто вышли И спели песню Одну за другую То есть это постановка Там есть своя драматургия Да Да И у меня каждая подводка К песни Это некая философия То есть это И мы простраиваем программу Таким образом Чтобы вот Ну чтобы Чтобы было интересно Чтобы был лейтмотив Чтобы была Увертюра Кульминация Развитие Финал То есть И публика уходит Как после спектакля Когда они Почувствовали Всю палитру чувств Это Это очень важно Для нас Потому что Ну мы из этой сферы Мы Нас так учили И мы сами это любим И мы делаем то что любим И это очень хорошо У меня наверное Последние два вопросика осталось Хотя их здесь конечно Еще миллионы Я посмотрю на часы И думаю что Развернуто ответить на все Мы не успеем 100% Хотя очень жаль А приятная беседа получается Вот такой вопрос Выступают пять человек Вы поете по очереди Или у вас Программа выстроена таким образом Что какие-то песни Кто-то исполняет соло Где-то вы все вместе Вы просто сказали В самом начале В середине Что у вас абсолютно разные голоса Это сочетается Да Сложно было прийти к этому Вот год мы наверное Учились петь в ансамбле Потому что пять солистов С разными тембрами С разными звукоизвлечениями Даже дикция у каждого своя И чтобы это все вместе звучало Но научились Это было самое сложное Звучит И звучит круто Не все хоровые Профессиональные Или ансамблевые певцы Могут так звучать вместе В песне у нас Мы все поем и по одному Как правило в припевах Мы поем вместе Когда нужно побольше мощи Солка добавить мощи Да И всегда В каждом концерте Мы уделяем время Сольным номерам Потому что каждая индивидуальность И в этих сольных номерах У нас есть блок Мы даже их не разбиваем То есть есть момент В концерте говорю А теперь друзья На сцену Мы оставляем сцену пустой И с каждой песней Выйдет каждый из нас И главный принцип Этого блока нашего концерта Что каждый поет песню Именно в своем жанре То есть Михаил Давыдов Он более оперный человек Филипп Черкасов у нас Поет классику Кроссовер Классику в современной обработке Я пою авторские песни В таком поп-роке Коля Тимохин У нас эстрадный лирик Стас просто Рвет и мечет Ну он у нас рокер Просто и в душе И по звуку И по вокалу И преподает вокал Рок-вокал У него очень много поклонников Которые ходят к нему На рок-вокал Именно позаниматься Поэтому Вот такая палитра У нас Вот в рамках пяти песен Сразу публика такая Вау Нифига себе То есть мы пришли На концерт В котором Не просто Есть репертуар группы А еще Ну Абсолютно разные жанры Вы знаете Я могу сделать вывод По результату нашей с вами беседы Что наверное После нее Ну Я Чтобы вы понимали Я знаю Для чего делается И как делается реклама Но всегда отношусь Несколько скептически Потому что я знаю Для чего И как делается реклама Поэтому и хотелось Пообщаться с Представителем группы Еще и с продюсером В данном случае Тет-тет Чтобы понять Что нас в действительности ожидает Так вот мой вывод Таков Очень сложно Оставаться незаинтригованным Я думаю Что именно с этим желанием Сегодня Полная будет Посадка в филармонии Людей Которые останутся В восторге от концерта Нет Концерт будет крутой Концерт будет крутой И я уверен Что Ну Все Всем это запомнится Очень надолго И Если Человеку нужны эмоции Он обязательно должен На такие мероприятия приходить Даже не важно На наш концерт Или еще на что-то Столько у нас много Новостной ленты Которая Негативит Столько у нас Проблем в жизни Каждодневной суеты Нужно отдыхать Вот когда к нам приходят на концерт Люди забывают обо всем Давайте тогда сегодня Так и сделаем А вас Ваш коллектив Рады приветствовать В нашем замечательном городе И надеемся Что и после концерта У вас будет возможность Его осмотреть И вам здесь понравится Так же как нам Понравится ваше выступление Вам спасибо За содержательную беседу Очень приятно С профессионалами Взаимно Всего доброго Спасибо Открытая студия Субтитры создавал DimaTorzok